Привет! Это вторая часть выпуска, где мы говорим с вами о смолах, из которых делают краску. Хочу напомнить, что мы тут топим за качество, а для кого качество не имеет значения, можете дальше не смотреть это видео. Поэтому я расскажу вам только о технологичных и проверенных двухкомпонентных смолах. Это эпоксидные и полиуретановые. А про довоенные разработки на основе однокомпонентных акрилов и алкидов я даже не вижу смысла говорить. Эпоксидная смола. Эпоксидная смола – это олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей полиаминов образовывать сшитые полиамиды. Но это не имеет для нас никакого значения. Нам важно понимать, какими практическими свойствами обладают материалы на основе эпоксидной смолы. Эпоксиды – это очень высокая адгезия и когезия, очень высокая защита от коррозии, очень высокая химстойкость, в зависимости от задачи может быть очень твердой, так и очень эластичной. Относительно низкая стоимость. Разумеется, в эпоксидах есть и слабые стороны. На открытом солнце при воздействии ультрафиолетового излучения эпоксид начинает выделять мел, что полностью лишает его декоративных характеристик. А также у эпоксидов относительно длительное время отверждения – от 2 до 18 часов. Учитывая вышесказанное, эпоксид идеально подходит для производства антикоррозионных грунтов. Эпоксидный грунт – это лучшее решение для защиты металла от коррозии. Также эпоксид используют для изготовления толстослойных грунт-эмалей, которые в основном служат для защиты металлоконструкций внутри помещения или для окраски внутренних поверхностей вагонов, резервуаров и прочих емкостей, где нет высоких требований к декоративности, но есть высокие требования к защите поверхности. Эпоксидные эмали тоже существуют, и они имеют свои рынки применения. Например, они используются для защиты от химически агрессивной среды. Кстати, большинство гальванических линий, которые производятся в России, окрашены системой Ланквитцер – эпоксидный грунт плюс эпоксидная эмаль. Существует миф, что эпоксидные материалы очень хрупкие и трескаются при любой деформации. Однако, существуют специальные эпоксидные эмали, которые обладают очень высокой эластичностью. Например, вот это. Ни одной трещинки. Миф разрушен. Полиуретановая смола. Полиуретаны – это высокая адгезия и когезия, высокая защита от коррозии, очень высокая устойчивость к угоранию на солнце, высокая декоративность, возможен высокий и стабильный глянец, относительно высокая скорость сушки. Надо признаться, что полиуретаны реально дорогие, и они будут уступать по своим защитным характеристикам эпоксидным продуктам. Если у вас задача не только защитить изделие от коррозии, но и сохранить ее безупречный внешний вид на много лет, то используйте только полиуретановую грунт-эмаль или систему эпоксидный грунт и полиуретановая эмаль. Особенно, если речь идет об эксплуатации ваших изделий на открытом солнце, иначе вы просто рискуете потерять и цвет, и глянец. А чуть позже я вам расскажу, как измерить глянец и как проверить эмаль на устойчивость к выгоранию. Грунты тоже бывают полиуретановыми, однако это большее исключение, чем правило. В основном делают выбор в пользу полиуретанового грунта тогда, когда эмаль надо нанести на непросохший грунт. Это очень сильно ускоряет производственный цикл. Такой метод нанесения называется мокрый по-мокрому. Про этот метод мы обязательно вам расскажем в отдельном ролике. Ну на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите ваши вопросы в комментарии, мы точно на них ответим. До встречи в следующем выпуске.